Народ, всем привет! Я снова путешествую. В этот раз в Питере. Взяли, конечно, лодочку по каналам, так что сегодня у нас будет такая экскурсионная версия классического формата. Обычно я сижу на кухне, но здесь что-то у меня какие-то гастроли. Если вы не видели прошлые выпуски из Дубая или Милана, можете их пересмотреть. Кроме того, что мы обсуждаем все самое интересное из мира гаджетов и технологий за прошедшую неделю, так мы еще там и рассказываем всякое интересное из мест, в которых я оказался. Ну, про Питер вам рассказать что? Как обычно, погода, только что шел адский дождь, а теперь солнышко светит и стало хорошо. Более того, на нашей с вами вот этой истории сейчас загорелся такой, знаете, маркер, который называется искусственный интеллект. Потому что в прошлом году с нейросетями и прочей штукой бегали, скажем так, по восходящей, и было понимание, что вот сейчас полетит. И вот действительно, производители устройств такие, искусственный интеллект. Как вам мышка для компьютера с искусственным интеллектом? Вы думаете, я прикалываюсь? А такая уже есть, потому что почему нет? Ну, в общем, обо всем этом и многом другом, например, о том, что iPhone X уже кирдык все признан винтажным, мы сегодня и поговорим. Заварить что-нибудь вкусненького, поесть, попить. Поехали! Несмотря на то, что я путешествую, свою соведущую я, конечно же, не забываю. Она снова с нами! Привет! Я почитала комменты к прошлому выпуску. Негодую. Говорят, я была не подключена. А я была. На самом деле, да, были комментарии, что лампочка не горит и вообще, как она у вас работает. Нет, она работает у нас очень просто от пауэрбанка и подключена. Я его, правда, сныкал, но тем не менее. Видите, можно придумать схему. Ну и, конечно, по мобильному интернету. Тем не менее, действительно, вот так вот берешь и делаешь по красоте. Смотри, какая красота! Вот. Нет, мы еще поговорим про искусственный интеллект, а пока компьютерное зрение тренируем. В прошлый раз было очень жарко, а сегодня что-то свежо и даже сыро. Ну, это Питер. А есть шанс уже вернуться обратно в студию как-то и чуть сбавить темп перемещений по миру? Да, вот такой вот тебе вариант, а? Не ожидала? Вот так умеем. Потому что, ну, все как бы капризы, как говорится. А вот это другое дело. Вот я, так сказать, и в своей тарелке на привычной кухне. Вот тут все знакомо. Ха, но это даже не тарелка, а телевизор. А вы ожидали, что я буду снова в станции Миди? А не угадали? ТВ-станция ПРО наш выбор на сегодня. Ну, на самом деле, действительно, напоминаю, что Яндекс Алиса живет в разных абсолютно форматах. Можно и в станции, а можно и в ТВ-станции. Разные диагонали. Как обычно, по ссылочке в описании можете более подробно ознакомиться. Но я вам уже рассказывал, что Яндекс действительно классный сделал решение. Потому что, кроме того, что вы получаете все привычные сервисы, это еще и как устройство с точки зрения телевизора классно. Потому что и Кулет наш любимый, и многие другие радости. Ну, а первая тема, которую я хочу с вами обсудить, это то, что iPhone X признали винтажным устройством. Если вы не знали, то спустя какое-то время после выхода того или иного девайса на рынок, компания Apple признает его винтажным. И это означает, что для него больше не выпускаются запчасти. Потому что, конечно же, есть классический период гарантийного ремонта. Но, как вы понимаете, устройством можно пользоваться и не только год-два-три, а и пять, и иногда десять. Но вот iPhone X продержался даже больше. Если вы забыли, в 2017 он вышел. А, нифига он не продержался 10 лет. Я сейчас затупил. Но, тем не менее, он уже ближе, на самом деле, к 2027 году, чем к 2017. Подумали в Apple и такие, все, заканчивай. На самом деле, с одной стороны, iPhone X уже даже iOS не поддерживает последнюю 17-ю, не говоря про 18-ю. Поэтому, как бы, и до свидания. Но, как будто бы, жалко, так сказать, старичка. Потому что он стал во многом, ну, эпохальным смартфоном. Он даже важнее, чем iPhone, не знаю, первого поколения. Потому что он начал вот это движение. iPhone X показал, как вообще дальше двигаться. И компания Apple в тот момент, ну, на годы вперед вообще переосмыслила весь рынок. Поэтому iPhone X One Love, но забавно, что это устройство, которое очень быстро было отправлено вообще, в принципе, на покой. Потому что в 18-м выходит XS, XS Max, XR. И уже тогда X просто выкинули, потому что она оказалась не нужна. Но, тем не менее, если у вас до сих пор этот смартфон на руках, либо вы были счастливым обладателем, ставьте лайк. Это действительно классная мобила. Вообще, в истории айфонов, я уже вам рассказывал, не так много таких действительно важных событий. В моем понимании, это, ну, куда же без него iPhone 1, потом, наверное, iPhone 4, потом, может быть, iPhone 5s с натягом. Но вот следующее большое событие, это там семерка, десятка. И сейчас, честно говоря, после десятки мы все еще живем вот в парадигме этого 2017 года. С тех пор iPhone вот фундаментально не менялся. То, что сейчас происходит, это, конечно, серьезные тектонические сдвиги, потому что мы с вами лишились лайтнинга, наконец-то появился USB-C. По мелочи добавляется там экшн-баттон. В следующем поколении, iPhone 16, наконец-то появится еще функциональная кнопка для непосредственно камеры. Все это очень нам нравится. Но по факту, вот как iPhone 10 появился, так все у нас с вами и хорошо. И это, конечно же, замечательно. А мы с вами поделились на Финский залив. Дальше по каналу идти можно, наверное, но не можно, да? Короче, нельзя. Ну, единственное говоря, не сильно хотелось, что мы там не видели. Вода и вода. А вот по каналам каждый раз кайф. Сколько раз был в Питере, сколько раз ходил по каналам. Вот хочется еще раз. В этом плане у нас даже кайфовее, чем в Амстердаме. Вот многие говорят, Амстердам это наше все. Нифига подобного. Наше все это взять лодочку и куда-нибудь туда вот к Авроре с кайфом. Вот вам, кстати, оборотная сторона этого Вилса Про. Что, вам солнце светит, да, в глазе? Ко мне не светит, я в кайфе. На самом деле, очень кайфовая лодочка. Я вообще люблю ретро вот такие движения. А я, как вы видите, на Pocket снимаю. На самом деле, действительно классный гаджет, который нам сейчас очень сильно помогает. Pocket 3 от DJI и снимает качественно, и стабилизация плавная, и, конечно, маленький компактненький. Ну, вот так вот мы с вами кайфуем. В целом, как будто уже можно ничего и не рассказывать, но сейчас начинается самая интересная тема про искусственный интеллект в телефонах. Ядрен, пса-ти же. Apple тут начали обвинять в том, что они проиграли войну за искусственный интеллект. Но прикол в том, что войны никакой нет, и гонки нет. И, на самом деле, устройств с искусственным интеллектом тоже нет. Потому что то, что называет Samsung, например, своим Galaxy AI, ну, по факту, это просто набор функций, которые возможны, и как отдельные приложения. Это вообще интересная особенность. То есть, они это как бы пихнули в оболочку, но у Samsung хотя бы хватило смелости раздать это еще и на старые устройства. Они не стали, как Apple, изобретать велосипед и говорить, что нужно только 8000 ядер в процессоре A17 Pro, и только так мы сможем как-то на iPhone 15 Pro что-то там запустить. Нет, они говорят, ребят, в целом, кружок от Google может работать на абсолютно любой оболочке, если телефону пару-тройку лет, нас это не сильно обламывает. И, на самом деле, в этом смысле молодцы. Но, еще раз, все, что сегодня показывают производители, будь то Google, будь то Samsung, они просто демонстрируют вам наборы всяких приколюк. Типа нейроперевод, вот это офигеть, конечно. А что, нейроперевод по-другому никак нельзя подкинуть? Да можно, конечно. И Apple, когда вовлекается во все эти процессы, нужно понимать, что эти ребята в целом достаточно редко бывают первыми. Они многие вещи запускали и популяризировали в свое время, да, это и CD-дисководы, и Wi-Fi, и USB-C, и прочее-прочее. Все это появлялось в продуктах Apple одними из первых, и они это действительно активно форсили, несмотря на то, что принято считать, что они ничего не делают. Два с половиной метра, это можно встать и погибнуть. Так вот, на самом деле, я считаю, что до действительно умных функций в телефоне еще достаточно долго. И даже то, что нам показали в iOS 18, к сожалению, это пока еще только, ну, такой первый шаг. Да, более осмысленный, да, интересный, но пока еще достаточно скромный. И Apple в очередной раз делает то, что у них хорошо получается. Они пылесосят рынок, они смотрят, что происходит, они, конечно же, делают какие-то прототипы, они, конечно же, что-то там изобретают, но потом аккуратненько все это выкатывают так, чтобы у всех челюсть отвалилась. Именно поэтому они не делают ничего, что касается, например, гибких экранов. Вот уже совсем скоро Samsung покажет свой Galaxy Z Fold 6 или 7, Flip 6, Fold 6, и знаете что? Он уже утек. И вот так выглядит Galaxy Z Flip 6. Вот такой вот красивый, вот так вот раскладывается, весь из себя нарядный. На самом деле, конечно, это пятая версия, и прикол в том, что шестая ничем не будет отличаться. И самое забавное, ну ладно, Flip, это имиджевый девайс, бла-бла-бла. Они Fold ничем не изменили, и это проблема, потому что сегодня какой-нибудь Oppo One Plus намного интереснее, чем то, что уже сейчас имеет Samsung, и то, что он покажет 10 июля. Так вот, Apple не спешит, и несмотря на то, что Samsung уже показывает шестое поколение своего несчастного Fold, Apple такая, мы подождем, вот когда станет действительно хорошо, мы сделаем такой же iPhone. И они так всегда делали. Так вот, возвращаемся к искусственному интеллекту. Я пока считаю, что все это маркетинговый bullshit. То есть мы долгое время ехали на процессорах. Помните вообще, как развивался весь этот прикол с популяризацией всяких технологий в смартфонах, да? Сначала брали просто количеством функций, такие, блин, у нас есть камера, у нас есть это, 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 и это было круто. Потом начали увеличивать ядра, наращивать мегагерцы, гигагерцы, DPI, PPI и прочее, прочее. И это было хорошо. А потом, когда все уперлись в какой-то финальный этап, стало грустно. Единственный рабочий режим, это была камера. И хоть как-то вообще бустить продажи новых устройств можно было с помощью новых камер. И они стали более четкими, потом их стало тупо больше, сначала две, потом три, я говорю, конечно, про основные. И это, ну, достаточно долго длилось. И вот в руки вот этим маркетологам пришла новая балалайка под названием «Искусственный интеллект и нейросети». И они выдохнули, потому что до этого они бегали вообще в несознанке, такие, блин, нам надо каждый год наращивать темпы продаж этих несчастных айфонов, смартфонов. А как их продавать, непонятно, потому что сегодня человек с айфон 12-13 в абсолютном счастье находится, и у него все вообще хорошо. Потому что, ну, нахрена ему вообще вот это все? Нахрена Казе Баян? Зачем это менять каждый год? А продажи нужно действительно увеличивать. Но Apple нашла решение, если вы посмотрите их последние квартальные отчеты, доходность сервисов, а туда входит все. И iCloud, и Apple TV+, и Apple Arcade, и прочее-прочее, он растет. И это нормальная ситуация, когда ты сначала наращиваешь базу пользователей, а потом ее окучиваешь. И это в целом хорошо. Но как будто бы все равно продавать девайсы надо, потому что нет-нет-нет, а 50% прибыли это все еще те самые пресловутые смартфоны. И вот нейросеть сегодня это ровно то, что спасет продажи айфонов. По оценке аналитиков, iPhone 16 и 16 Pro и все такое сможет нарастить продажи до 10 миллионов штук. Просто за счет того, что народ пойдет менять свои старенькие уже все-таки айфоны 13 и 14 на что-то с поддержкой, конечно же, нейросетей. Насколько можно будет с помощью вот этих всех приколов iOS 18 назвать iPhone следующего поколения действительно устройством с поддержкой этих всех искусственных интеллектов и нейросетей, мы посмотрим. Потому что, напоминаю, что есть большой вопрос к тому, насколько это будет работать за пределами США. Вообще надо понимать, что iPhone сегодня в том виде, в котором он существует, он доступен только на американском рынке, может быть где-то на канадском, даже в какой-нибудь Великобритании все не функционирует. Потому что нам показывают возможность связаться со спутником, там есть условная какая-нибудь подборка новостей, там много чего того, что у нас просто так или иначе не работает. Ну, я не говорю про Россию даже, наверное, потому что, понятное дело, у нас под определенным углом надо смотреть на устройства, при этом их все равно покупают и любят. И это как будто бы людей, знаете, не сильно парит. Представляете, какой запас прочности у iPhone, что даже минусуя половину крутых фич, которые анонсируют с каждой новой моделью, все такие, ну и что, ну и ладно, ну как бы переживем. Вот нейросеть должна, соответственно, все это сильно запушить. Но, например, все производители активно форсят историю с возможностью удалять объекты на фотографиях. И чего? Я могу удалить объекты на фотографиях на iPhone десятками разных способов. От бесплатных приложений до действительно мощных редакторов, которые напихивают за обе щеки всему тому, что вы называете искусственным интеллектом на каком-нибудь Pixel или, прости господи, Galaxy. Поэтому вот этот вопрос меня, честно говоря, интересует. Куда мы движемся со всей этой историей? При этом есть, с другой стороны, еще скептики, которые говорят, ой, ну нейросети же будут анализировать весь трафик, они же будут смотреть, что у меня на телефоне, они же будут сливать все эти информации, конечно же, в Пентагон и ЦРУ. Ну, конечно, будут. И они, более того, они уже это делают. Если вам с этой мыслью жить проще, тогда уже пришло время расслабиться. Но я считаю, что мы вот, знаете, на пороге величия. Однако пока вот на старте все еще достаточно неопределенно. Я вот iOS 18 Beta 2 поставил, попользовался и понял, что кроме фичи от укачивания и переделанного контроль-центра, меня, честно говоря, больше ничего не дергает. Но вы скажете, больше ничего и не работает, и будете правы. Но, кстати, новая фотопленка тоже оказалась весьма юзабельной. Я вначале ее захейтил, а оказалось окей, потому что теперь у вас есть хоть какие-то там подборки. Раньше ты в эти разделы даже не заходил, а теперь они нет-нет внизу болтаются, и ты такой, ну ладно, посмотрим, что ты там собрал iPhone. А там иногда что-то действительно годное появляется, потому что в моем iCloud 150 тысяч фотографий и что-нибудь дособерет, как говорится. И это забавно, но не слишком ли мы стали зависимы от корпорации, не слишком ли наши телефоны перестали быть самостоятельными, не слишком ли много данных мы заливаем в облака, не слишком ли мы стали вообще зависимыми от сервисов. С одной стороны это плохо, с другой стороны это и эволюция, как электричество, да. Можно жить без электричества, но достаточно тяжко будет. Можно и посуду мыть самому, но посудомойка это не просто проще, это еще и эффективнее, потому что если вы вдруг не знали, то посудомоечная машина на тот же объем посуды, что и человек руками помоет, потратит там что-то в несколько раз меньше воды. Потому что просто за счет набора полоскания слива она сделает это экономичнее. И там стиралка тоже самое. Поэтому есть такие, знаете, ретрограды, которые такие, я не буду покупать посудомойку, она типа, не знаю. А оказывается они просто не выкупают. Мы вообще, знаете, очень быстро привыкаем ко всему хорошему. Я вот вспоминаю, когда я раньше ездил в Петербург, здесь еще был внутри сетевой роуминг. То есть поездка в Питер, это считалось поездкой в другой регион, отличной от московского. И здесь связь стоила дороже. И все твои, например, какие-нибудь пакеты безлимитного интернета просто не действовали. А теперь хопа, и все, пожалуйста, где бы я ни находился, от Владивостока до Мурманска, все работает и все происходит. То же самое с быстрым интернетом. Я вот на сапсанчике ехал, у меня, ну, практически 95% времени был интернет. И я смотрел футбол и ни в чем себе не отказывал. И вот это, конечно, интересно, да. То есть определенный возраст моих зрителей в целом родились во времена айфона уже, да. То есть человек, вы только вдумайтесь, человек, который родился в 2007 году, когда вышел айфон, ему сегодня уже 16 лет. Да? Напишите в комментариях сколько, я не понимаю, как это посчитать. Ну, скоро, короче, совершеннолетним будет. Но у меня дочка 2008 года рождения, вот она тоже как раз поколение людей, которые уже с айфоном в руке. И, конечно, им все сильно проще дается. Конечно, они ко всему этому проще относятся. И вот эти все новые нейросетевые приколы, это для людей, которые вообще понимают, как всем этим пользоваться и как с этим взаимодействовать. Вот что. Поэтому меня, например, будущее не пугает. Напишите, как вы к этому относитесь, потому что мне действительно интересно почитать, что вы об этом думаете. Как будто бы можно было поговорить про Apple Vision Pro, потому что, по слухам, компания пока не может найти поставщика более доступных дисплеев, назовем их так. Не факт, что хуже сильно. Но, понятное дело, что устройство, которое стоит не 3,5 тысячи долларов, а, допустим, 2, оно должно в чем-то быть упрощено. Но дело в том, что 2 тысячи долларов это все равно дорого. И, на самом деле, Sony, которая сегодня поставляет экраны, она не горит желанием как-то свое производство перестраивать и что-то там для Apple делать. Более того, они признали поражение. И тот самый сингл-луп, который во всех промо-материалах сейчас присутствует, на самом деле больше не является стандартом. Теперь вот эта хрень на голове с стропой на макушке, это является дефолтным состоянием Apple Vision Pro. Потому что людям оказалось все-таки тяжело, у них не такая шея накачанная, как у меня, поэтому они не могут комфортно час-два посидеть с Vision Pro. Господи, вообще слабаки. Но я считаю, что в таком состоянии Vision Pro потерял весь вообще свой шарм, если он у него был. И этим устройством вообще не хочется пользоваться уже X2, потому что надевая вот так его на голову, ты потом вот с такой вот прической. И это, конечно, полный атас. Но прикол в том, что Vision Pro, я уже об этом говорил, настолько всем пофигу, что все, что я вам сейчас рассказал, скорее всего, Леша вырежет из финального монтажа. И мы просто даже не будем про него вспоминать, потому что, ну, это грустно. Ну, кстати, винтажным девайсом вместе с iPhone X признали первый HomePod. И HomePod, на самом деле, тоже не самое удачное устройство. В истории Apple были девайсы, которые выходили с большой помпой. И все, что касается музыкального железа, кстати, и Jobs показывал свой Hi-Fi iPod, и что-то не взлетело, что-то не получилось. Но вот HomePod, на мой взгляд, тоже никуда не пошел. Знаете почему? Потому что Apple надо было развивать свою экосистему устройств. У них вообще, на самом деле, вы знаете, местами до величия остается один шаг. Что про игры я постоянно говорю? Что про свои девайсики? Но если вы сделали всякие AirTag, если вы делаете AirPod, у вас что, отвалится что-нибудь сделать? Свои лампочки, свои какие-то приколы. Вы можете на этом зарабатывать катастрофически колоссальные деньги, как Xiaomi, например. Но почему-то вот они не идут в это. Потому что вот у них есть какая-то линейка продуктов, а дальше типа партнеры, подключайтесь. Но тогда величия и не происходит нифига. Вот тут я, конечно, понимаю, что очень пригодилось бы старое доброе видео 360. И вообще записать вот такую поездку на каналах именно с 360. Помните, как мы гоняли где-нибудь в Лос-Анджелесе? Я вас на Мустанге возил. Или по Москве. Вот такие приколы. И вот здесь вот для тех, у кого нет возможности оказаться в Санкт-Петербурге, была бы очень прикольная прогулка. 360 ставишь, и дальше вы сами крутите смартфоном, экраном и кайфуете от контента. Но видите, как интересно? 360 сам по себе не взлетел. Потому что оказалось, что людям неинтересно крутить смартфоном. И как вау-фича оно заработало, а потом что-то скисло. Хотя сегодня 360 все равно используется. Инста 360, например, себя неплохо чувствует, как консюмерское решение. И там кайф в том, что там отличная стабилизация. И, конечно, на постпродакшене дает огромную возможность. Потому что вы можете, соответственно, взять и все это перекадрировать уже после того, как вы сняли. Это ли не кайф? Ну вот, собственно, такая вот история. А теперь, кстати, можно записывать спешл видео. Сейчас же вот, помните, Xreal, они показали BIM с двумя камерами. Вы можете для тех самых очков, которые более-менее вменяемы, записать свое спешл видео. Ну и для Apple тоже. И, кстати, в Vision OS 2, уж вспоминаем, Vision Pro, в SUE, вы можете любой видос превратить в спешл. Ну, фотку точно. И это хорошо. Запишу спешл видос, потом посмотрю хоть. Но каким бы ни был спешл видос, брызги в лицо-то тебе не прилетят. Вот оно в чем приколюха-то. Ну что ж, народ, это, в общем-то, все интересные темы, которые я хотел с вами сегодня обсудить. И, как и моя соведущая, следующий Vilsa Pro я записываю уже на кухне. Сейчас, конечно, летний период такой, знаете, активных новостей, в общем-то, особо нет. Но это как раз время поговорить, подискутировать, подумать об искусном интеллекте. Поэтому я вас не просто так призываю в комментарии, действительно, напишите, что вы об этом думаете. Я думаю, что и нашему сообществу в целом комьюнити будет. Это полезно и мне интересно, и сами сможете обсудить. Давайте вовлекайтесь. Ну и, конечно же, и путешествуйте, и больше проводите времени на природе. Несмотря на то, что у меня аллергия, блин, на все, даже я иногда выбираюсь и кайфую, что... Вот так вот на лодочку сел, прокатился по каналам, сразу захотелось жить. Вот, забыл, как это слово называется. Пока. Продолжение следует...